Всем привет! Сегодня хочу рассказать вам о системе, которая поможет вам ставить продуктивные цели. Многие из нас любят ставить цели, задачи перед собой, есть множество критерий, по которым нужно ставить цели, потому что раньше считалось, что просто можно считать, что хочу быть богатым, это уже цели, к ней можно следовать, но сейчас выяснилось, что это не так, что она должна быть такая раз такая и вот такая еще. Хочется иметь какое-то определенное количество критерий, по которым вы прогоняете свою цель, и вы понимаете, это цель или мечта. Система SMART, которая пришла к нам из бизнеса и менеджмента. Эта система использовалась для каких-то бизнес-целей, для компаний и так далее, но она подходит для всех целей, любых направлений, любых типов, неважно. То есть вы просто берете свою цель и прогоняете ее через вот эту систему. Английские значения немножко разнятся, но в принципе радикально они не отличаются. И она расшифровывается как То есть конкретное, измеримое, достижимое, сопоставимое с другими и определенное по времени. И немножко разберем каждый пункт. И первое, это специфик, конкретное. Конкретность целей можно показать на примере. То есть быть богатым, быть суперздоровым, быть суперсемьянином, это не конкретные цели. А, к примеру, заработать миллион за этот год, посещать с семьей мероприятия каждую субботу. Или, к примеру, записаться в зал и исключить фастфуд из своего питания. То есть не конкретные цели, это какие-то абстрактные, они где-то там вот... Вы не можете к ним дотронуться, по сути. А конкретные цели, это конкретные шаги к вашей задаче, к тому, чего вы хотите достичь. Мажорабл, это измеримое. Перестаньте уже измерять удавов-попугаях. То есть перестаньте ваши цели ставить так, чтобы было непонятно, как вообще к ним дойти. И как их потрогать, какое количество раз все это должно быть. То есть если вы ставите цель ходить в зал, то нужно конкретно указывать, сколько раз вы должны ходить в зал. Если вы указываете, что вы должны заработать столько, то вы должны указать, сколько, к примеру, каждый месяц вы будете зарабатывать. Потому что все должно быть разделено на какие-то части. То есть если это какие-то физические объекты, то они должны быть в количественном размере, в каких-то количественных единицах измерения указанной. Если это что-то абстрактное, то вы должны назначить эту единицу измерения, которую вы будете исчислять. Эйчвебл, достижимое. Да, мы любим мечтать, ставить какие-то достаточно такие амбициозные цели. Но во всей этой амбициозности не нужно забывать, что ваша цель все же таки должна быть достижимой. Вам нужно понимать, с чего вы начинаете и к чему вы хотите прийти. Если к тому, к чему вы хотите прийти, слишком идеально, слишком недостижимое, то вам не захочется туда идти, потому что вы будете понимать, что это слишком далеко. Это слишком недостижимо и мотивации никакой вообще не будет. И следующее relevant это соотносимое с другими целями. Опять-таки, если вы пишете очень большой список, то иногда ваши цели противоречат друг другу. То есть нельзя поставить себе в цель, не знаю, там, работать по 12 часов в сутки, и при этом уделять 4 часа в сутки семье, и при этом вы хотите еще ходить в зал. И то, и все, и пятое, и десятое. То есть иногда цели противоречат друг другу. Проверяйте это, то есть прочитайте весь список, посмотрите, как, что. Не знаю, если там у вас что-то прописано по времени или по объему работы, проверяйте, вместится ли это вообще в ваши сутки, в вашу неделю рабочую. И последнее, тайминг, определенное по времени. Тут все просто, вам нужно обязательно прописывать временные рамки. То есть вроде бы вы все прописали, она достижимая, все такое, но когда она исполнится? Да когда ее нужно сделать? Как это все выполняется? Это выполняется в течение месяца, или это на год, или это... Ну, в общем, вам нужна обязательно и единица времени, единица измерения и единицы времени тоже учитывать обязательно. И в принципе на этом все. Больше интересной информации читайте по ссылке в инфобоксе. Увидимся совсем скоро. Пока-пока. 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 Продолжение следует...